МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поводов для паники нет. На Ямале опровергают слухи и фейки, связанные с коронавирусом. Народный контроль в действии. Общественники добились порядка в городских кафе. Педагогическая симфония близится к финалу. Имена победителей назовут 20 марта. Теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Режим повышенной готовности не означает закрытие границ округа. Запасов продуктов в магазинах достаточно для обеспечения населения. Предприятиям, организациям, учреждениям необходимо предпринять все меры предосторожности по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Глава города Александр Подорога прокомментировал актуальные вопросы, возникающие у муравленковцев в связи с пандемией коронавируса. Подробности в следующем сюжете. 16 марта губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ввел на территорию округа режим повышенной готовности. Реакция населения на это сообщение была разной. Одни отнеслись с пониманием сути происходящего, другие, поверив фейковой информации в социальных сетях, восприняли это как закрытие границ округа. Нет, Ямал ни для кого не закрыт. Речь идет о превентивных мерах с целью не допустить распространения коронавирусной инфекции. И в большей степени режим повышенной готовности относится к соответствующим службам. Ни о каком закрытии территории, ни о каком воспрепятствовании передвижению жителей города, приезжающих к нам гостей, специалистов или любого нарушения нормального распорядка жизни наших граждан не предусматривается. Да, есть обращение к работодателям по продлению срока перевахтовки, для того, чтобы вот в это время, когда сейчас все больше и больше, к сожалению, носитель вируса появляется на территории нашей страны, чтобы уменьшить передвижение для меньшего переноса вируса и не более того. Представители нефтегазового комплекса поддержали губернатора в вопросе увеличения срока перевахтовки. Так, генеральный директор компании «Газпромдобыча на дым» Игорь Мельников заявил, что начиная с этого месяца вахты на полуострове Ямал увеличат до двух с половиной месяцев. А тем, чей отдых затянется, выплатят аванс. Вынужденную переработку компенсируют выходными. Скорее всего, такие же меры предпримут и другие нефтегазовые компании Ямала. Здесь в большей степени, понимаете, играет важность, ответственность самих работодателей. Они прекрасно понимают, что те меры, которые мы принимаем сейчас, в большей степени повлияют на работу их же предприятий. И поэтому здесь не нужно никого призывать. Все прекрасно все понимают. Да, и ради сохранения здоровья своих же работников, ради сохранения стабильности производственного цикла, они, учитывая рекомендации, но при этом сами идут на выполнение тех или иных рекомендаций, которые дает окружной штаб. Поддавшись панике, муравленковцы в течение двух последних дней активно скупают продукты первой необходимости. В то же время представители сетевых магазинов отмечают, что дефицитов продукции нет, поставки происходят в штатном режиме. На уровне страны организован мониторинг цен с целью не допустить их роста. Задача власти заключается в обеспечении стабильных поставок продуктов, тем более в условиях Крайнего Севера. И здесь, конечно же, мы не обращаем внимания на различные высказывания по данному поводу. Мы проводим жесткий мониторинг. Мы ежедневно на связи с нашими основными поставщиками. И, конечно же, система торговли, система обеспечения продуктами, основными необходимыми товарами работает стабильно. В принципе, как всегда, мы получаем информацию о запасах, и они двух-трехмесячные. Мы проверили запасы продуктов питания в наших учреждениях, в системе здравоохранения, в нашем колледже, везде, где работают столовые, которые кормят наших детей, которые обеспечивают нас продуктами питания. Никаких сбоев, никаких срывов поставки товаров не было замечено. На сегодняшний день на Ямале нет граждан, заболевших коронавирусом. В больницах округа с подозрением на инфекцию госпитализированы по-прежнему 16 пациентов. 116 человек находятся на домашнем карантине в связи с возвращением из стран, неблагоприятных по коронавирусу. Либо из-за контакта с потенциальными зараженными. Все они здоровы. Система здравоохранения готова к самым серьезным последствиям. Отработаны механизмы выявления и госпитализации больных в случае их появления. У нас есть алгоритмы действий и по контактным, у нас есть алгоритмы абсолютных действий и по зараженным, не дай бог, конечно. Но, тем не менее, готовность у нас к этим процессам стопроцентная. Но я хочу заметить, что готовность наших специалистов и узкого профиля, и в общем терапевтической службы, она достаточно высокая. В разговоре Александр Подорога коснулся и темы закрытия спортивных учреждений. Мера вынуждена, и здесь необходимо набраться терпения. Как только ситуация позволит, спорт-объекты заработают в прежнем режиме. Глава города также отметил, что да, есть некоторые ограничения по проведению приемов граждан. Но он и его заместители, руководители профильных управлений, имеют аккаунты во всех соцсетях. Процесс общения не останавливается. Город живет и работает. Я хочу призвать жителей города Муравленко к общению со мной в социальных сетях. Опыт подобный уже есть. Я нахожусь в каждой социальной сети. Есть возможность мне позвонить через социальную сеть ВКонтакте, через социальную сеть Одноклассники. Многие жители задают мне вопросы, со многими жителями мы общаемся. Поэтому, если нет приема, это не говорит о том, что нельзя поговорить с представителями власти, нельзя поговорить со мной, решить тот или иной острый наболевший вопрос. Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. На Ямале нет больных коронавирусом. По состоянию на 19 марта в больнице округа с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализированы по-прежнему 16 пациентов. 116 человек находятся на домашнем карантине в связи с возвращением из стран, неблагоприятных по коронавирусу, либо из-за контакта с потенциальными зараженными. Все они здоровы. Количество людей, которые уже сняты с карантинного учета по истечении положенных 14 дней, выросло с 46 до 50. На Ямале в родительских чатах распространяется фейковая информация о наказании для родителей, чьи дети будут обнаружены в общественных местах и даже на улице. Ссылаясь на классных руководителей, родители возмущаются таким негласным постановлением школьного руководства. Многие родители считают, что в сложившейся ситуации детям наоборот, нужно гулять, дышать свежим воздухом полезно для растущего организма. Главный врач окружного центра медицинской профилактики Сергей Токарев прокомментировал ситуацию в ходе брифинга и пояснил, что гулять ребенку необходимо и никаких штрафов за это не предусмотрено. Дети могут и даже, я бы сказал, с позиции здорового образа жизни должны бывать на свежем воздухе, но при этом, тем не менее, те рекомендации, которые нам дает ВОЗ о максимальной социальной изоляции, должны соблюдаться. Что я имею в виду? Имею в виду, что мы не рекомендуем собираться на какие-то разного рода массовые мероприятия. Вы знаете, что они в целом у нас в регионе отменены постановлением губернатора. Мы также не рекомендуем большими группами, компаниями посещать различного рода культурные, спортивные объекты, развлекательные, иные общественные места. Также Сергей Токарев пояснил, что не нужно делать массовых закупок масок. Эффективнее и проще соблюдать социальную изоляцию. Также нет смысла носить маску на улице. Маску, конечно, нужно использовать. Также маску необходимо использовать при контакте с больным человеком, при уходе за ним и так далее. Не нужно носить маску на улице. Не нужно маску носить, если вы дома на карантине, неважно, на изоляции, просто вы доходите из дома, тоже не нужно ее одевать. И, собственно говоря, четко понимать, что маски необходимо использовать очень дифференцированно. Это то средство, которое необходимо в конкретный момент, а не круглосуточно, 24 часа, 7 дней, неделю. Вот поэтому я бы хотел предостеречь от массового приобретения масок с какими-то непонятными целями. На Ямале откроют волонтерский штаб. Добровольцы намерены принимать заявки от пенсионеров и маломобильных людей для помощи на дому, покупки продуктов, лекарств и других необходимых вещей. Координировать эту работу будет Общероссийский народный фронт. Активисты займутся также разъяснительной работой, чтобы предотвратить распространение ложной информации о коронавирусе. Общественная палата будет контролировать местные власти в части эффективности борьбы с инфекцией. Что же касается волонтерского штаба, то заявки уже готовы принимать. Будет обеспечивать помощь пожилым людям и людям с малой мобильностью. Это наиболее уязвимые категории населения. Мы понимаем, что в случае распространения коронавирусной инфекции этим людям нельзя будет категорически выходить из дома. И здесь волонтеры по соответствующим заявкам, которые можно будет заполнять онлайн, будут оказывать помощь. По сильную помощь льготным категориям граждан уже готовы оказать в местном отделении партии «Единая Россия». В случае потребности в доставке продуктов, медицинских препаратов и если нужно совершить срочные платежи в организациях города, можно обратиться за помощью в общественную приемную партии по телефону 55077 и 55076. Активисты проекта «Народный контроль» вновь посетили городские предприятия общепита, в которых три недели назад обнаружили многочисленные нарушения правил и норм сампинан. Изменилась ли ситуация в кафе «Ковчег», «Узбекская кухня» и «Самурай»? Вместе с народными контролерами в рейде побывала и наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. За последний месяц народные контролеры посетили три городских предприятия общепита – «Ковчег», «Узбекская кухня» и «Самурай дважды». И каждый раз здесь выявлялись одни и те же нарушения. У персонала отсутствовали санитарные книжки, продукция была не промаркирована, помещения, кухонь выглядели неопрятно. Предпринимателям дали время на устранение нарушений. Рейд, проведенный накануне, показал, что бизнесмены все-таки прислушались к общественникам. Вычищенная посуда, прям чистая, 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 чистая с двух сторон. Все, прикрытые стаканчики, вот как и полагается, да, чтобы вот все. В очень хорошем виде, скажем так, кухонный рабочий. Головной убор, все чисто, да все хорошо. Позитивные изменения произошли и в зоне выдачи пищи. На салатах есть маркировка с указанием продуктов, из чего они сделаны и срок изготовления. И самое главное, у персонала появились санитарные книжки. Ну, в общем, как бы исправились. Были там эти санитарные книжки сделали, все исправились. В течение недели, двух мы уже как бы все сделали. Ничего такого. Были небольшие недочеты, как бы это все в рабочем порядке, все изменили, сделали, как бы. Сейчас вот нареканий нету, как бы. В кафе «Узбекская кухня» общественники также отметили изменения в лучшую сторону. Владелец продемонстрировал медкнижки персонала. На заготовках салатов есть маркировка. Да, разница существенна. Вот просто существенно. Убрана кухня. Убрана так, вот как, ну, скажем так, в производственной кухне. Ведь там не может быть идеальной чистоты, но это чисто. Это чисто, это очень чисто и хорошо. В холодильнике есть продукты, которые понятно, что это, и есть дата. Но владельцу заведения есть куда совершенствоваться. Салаты, выставленные в торговом зале, также необходимо промаркировать, написать их состав и сроки изготовления. Есть к чему стремиться и сотрудникам службы доставки «Самурай». Да, у них появились санкнижки, но в холодильниках нужно навести порядок. Вот здесь, в этом же холодильнике, вот есть маркировка. Активисты проекта «Народный контроль» еще раз доказали, что под лежачий камень вода не течет. И если взяться за дело, то совместными усилиями можно добиться результата. Рейды активистов будут продолжаться. Ирина Бугрим, Эрнест Бавшин, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Более 70 кошек и собак обрели дом и заботу в приюте для бездомных животных «Умка». Здесь их обеспечивают необходимой ветеринарной помощью, хорошо кормят и, если нужно, даже окажут психологическую поддержку. Тема продолжит Таисия Русия. В общем, позвонила женщина, сказала, что замерзает собака. Она сидела на МКМИ, на ступеньках. Приехал отловщик, забрал, привез ее к нам. Но объявилась хозяйка, сказала, что это их собака, она приедет, ее заберет. В общем, мы ждали неделю, хозяйка за ней так и не приехала. Прошла вторая неделя, я позвонила хозяйке, она не брала трубку. И вот с тех пор она живет у нас. И таких историй о судьбах братьев наших меньших работники приюта для бездомных животных могут рассказать немало. Сейчас здесь живут 47 кошек и 24 собаки. Учреждение работает с 1 января. В основном четвероногие попадают сюда после отлова на улице специализированной организацией. Если люди хотят отдать животное, то есть если они его нашли, допустим, на улице, то они звонят в управление коммунального заказа. Если животное находится в подъезде, то в свою управляющую компанию. Они в свою очередь подают заявку отловщику. Отловщик приезжает, забирает и привозит его к нам. К нам они поступают по акту отлова. Прежде чем собак и кошек разместят в вольерах, они проходят карантинные мероприятия. Ветеринары тщательно осматривают животных на наличие признаков заболеваний и вакцинируют. На каждого животного заводится карточка, в которую не только администратор данного заведения вносит данные, кличка. Мы вносим те рекомендации, которые мы сразу же видим. То есть дегельминтизация, когда была проведена, она у нас проводится сразу при первичном осмотре. Какие рекомендации, может быть какие-то заболевания. Обязательные вакцинации мы делаем против бешенства и против инфекционных заболеваний. После медицинских процедур вновь прибывших животных еще некоторое время держат отдельно других постояльцев приюта. Специалисты наблюдают за их поведением и, если требуется, проводят мероприятия по их социализации. Сейчас мы с вами пройдем ветеринарный блок. Вход и выход у нас оформлены дисбарьером, дезинфицирующей коврике. Поэтому обязательно на него наступите. После того, как животное к нам поступило, оно 10 дней находится в карантине. Вот здесь у нас блок карантина для кошек. Здесь у нас два маленьких одиннадцатого. Вот они здесь будут находиться 10 дней, пока я буду делать прививки, наблюдать за ними. Кошки и собаки по понятным причинам содержатся отдельно. Мурки живут в закрытых помещениях, а для собак предусмотрены будки и прогулочные вольеры. После карантина они приходят в общие вольеры. Это прогулочная зона, а там дальше индивидуальные будки. Здесь получается индивидуальные будки, будках под стил сено. И получается окно в прогулочную зону. То есть они свободно могут передвигаться как с будки, так и на улицу. И по улице гулять. Фотографии животных, которые сегодня проживают в приюте, публикуются в социальных сетях. Любой желающий может прийти в учреждение, познакомиться с питомцами и забрать кошку или собаку домой. Так за два месяца 23 кошки и собаки уже обрели новых хозяев. Таисия Русия, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. Правила перевозки животных на борту российских самолетов приведены в соответствие с мировыми стандартами. Как сообщается на сайте партии «Единая Россия», которая добилась пересмотра правил, первый увеличила норму провоза животных авиакомпания «Севен». Теперь четвероногие весом до 10 килограммов будут путешествовать в салоне самолета вместе с хозяевами, а не в багажном отделении, как прежде. По словам депутатов «Единороссов», «Росавиации» и «Минтрансу» было предложено ориентироваться на требования, которые приняты сегодня во всем мире. До подведения итогов конкурса профмастерства учителей и воспитателей остаются считанные дни. Участники уже прошли большую часть испытаний. В течение недели на открытых уроках, мастер-классах и семинарах они делились своим опытом с коллегами и демонстрировали профессиональные навыки, рассказывает Наталья Матюшкина. Моя цель – добиться того, чтобы каждый из вас научился видеть и решать проблемные ситуации в своей повседневной жизни, а также учил этому своих детей. Эльвира Сафина работает в «Снежинке». За ее плечами 20-летний педагогический стаж. К семинару для родителей готовилась основательно. Одна из важнейших задач работы воспитателя, по мнению участницы, создать единое пространство «Семья-детский сад», где всем участникам педагогического процесса будет уютно, интересно и безопасно. Я решила принять участие в педагогическом конкурсе «Воспитатель года», чтобы поделиться со своими коллегами, своими наработками, своим опытом работы, поделиться с родителями, своими знаниями. Евгения Адамова – учитель начальных классов шестой школы. Приехала в Муравленко два года назад из Рязани. Большую часть своей жизни она посвятила работе с детьми. Уверена, что право на ошибку – одно из важных условий развития человека, тем более ребенка. Этой теме она посвятила целую публичную лекцию. Конкурс – это возможность проверить себя, поделиться опытом. Конкурс – это борьба с самой собой, это стремление, желание идти вперед. Лекции, семинары, родительские собрания, презентации, конференции. Ежедневно учителю и воспитателю приходится выступать перед самой разной аудиторией. Это требует определенных знаний и навыков, как от опытных педагогов, так и от молодых специалистов. Когда вы смотрите на какого-то конкретного слушателя, то, пожалуйста, вы смотрите в лицо. Не в глаза, а в лицо. Заведующий кафедрой гуманитарного образования Регионального института развития и образования Сергей Тихонов рассказал конкурсантам об особенностях и технологии публичных выступлений. Владение навыками раторского искусства, говорит он, это первый ключ к успеху в любой сфере деятельности. А образовательный процесс без этого просто немыслим. Но все же главными для педагога остаются личностные ориентиры. Педагог должен быть влюблен в свое дело, влюбленным в свой предмет, если это учитель, влюбленным в детей в детском саду. То есть он должен быть влюблен в дело, в предмет, в науку в какой-то степени. Это первое. Второе – это безусловная искренность, потому что и дети, и подростки, и юноши, и девушки считывают неискренность мгновенно. Педагогическая симфония 2020 проходит под девизом «Педагог – профессия будущего». В этом году тема конкурса связана с размышлениями о роли и предназначении учителя в обществе, о перспективах этой жизненно важной профессии. Мы посчитали, что учитель – это профессия вечная, профессия на века. И хотели бы аналогичное рассуждение услышать от наших конкурсантов, которые бы или поддерживали нашу такую идею, или бы, может быть, ее опровергали. Судя по тем роликам, которые были сняты, и по тому опросу, в принципе, пока большинство за то, что учитель – это профессия будущего. Открытые уроки, презентации, образовательный проект и методические семинары – самые сложные испытания для участников уже позади. Совсем скоро состоится закрытие педагогической симфонии и станут известны именно лучших учителей и воспитателей, которые представят Муравленко на окружном уровне. Наталья Матюшкина, Сергей Лукович, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Муравленковцы выбирают название нового спортивного комплекса, строительство которого завершается на улице 70 лет октября. На портале «Живем на севере» проходит голосование за идеи от жителей. Физкультурно-спортивный комплекс планируется открыть 1 сентября. От жителей города уже поступило более трех десятков названий. Голосование продлится еще два дня. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин